Пора отдыхать Отличная возможность проверить свои физические способности Оценить этот вид спорта мне помогут сегодня Тая и Илья Привет, ребята! Здравствуйте! Готовы? Да! Ну все, поехали! Готово! Скалолазанием я занимаюсь уже около трех лет И с самого первого раза абсолютно было нелегко На первых тренировках было такое, что даже я плакала от того, что это сложно Ожидала от себя большего Ощутилось, что получилось, что это не так легко на самом деле И с опытом потихоньку становилось все легче и легче И в итоге это стало моим любимым занятием Начинать могут они даже с дошкольного возраста То есть до 7 лет, с 6, с 5 Хотя бы пробовать эту физическую нагрузку Потому что это интересно Это моторика развития всех, в принципе, групп мышц тела И координация того, во время того, как вы лезете Очень помогает в развитии физическом ребенка И физическом, и для развития мозга Это очень полезно Я считаю самым страшным того, когда ты на высоте И тебе, как бы, когда ты смотришь вниз То аж чувство прям такое, что все сжимается И страшно смотреть вниз А так, когда ты просто лазишь по камням И просто смотришь на камни и все такое То чувство уже полегче становится Мне кажется, самым сложным это делать зацепы на руках Ногами перебираться Потому что на нервной жизни скользнешь Может станет страшно То, что камни, они именно вот здесь острые То, что сложно руками, ногами Ну и тоже, если вниз посмотришь, страшно высоко Надо, чтобы руки были сильные И чтобы было легко делать захваты, держаться И также ноги, чтобы они были сильными Чтобы они не подкашивались Владимир Павлович у нас кандидат мастеров спорта по альпинизму У него очень не хватало в жизни гор И он решил их построить здесь Когда ты не можешь пойти в горы Ты делаешь их рядом с собой Он строил эту скалу один, без помощника Все это ворочал Сам замешивал бетон Сам поднимал туда камни Ему было очень трудно Но он просто вот так уперто все это делал День за днем, день за днем Скала росла у меня на глазах Где-то за год он ее построил Кстати, раскройте секрет Мы-то не побывали на вершине Что это за чудесные окна? Там есть какие-то помещения? Дело в том, что скала имеет форму башни Для того, чтобы она не рухнула По законам Сапрамата Она должна быть полой внутри И иметь форму башни Все рассчитано Поскольку Владимир Павлович еще плюс ко всему горный инженер И он знает, что делает Теперь по ней безопасно лазить Она здесь уже много лет стоит Лет 20 И все в порядке Этот скалодром больше предназначен для людей Которые были уже в этом спорте И пробовали лазание Как раз таки на специализированном месте На скалодроме Где подготовлены зацепы Аптечка Все необходимые меры безопасности Тут же уровень немножко повышается Из-за того, что не очевидно За какие зацепы нужно браться И есть момент страха Можно забояться Случайно споткнуться Задеть И поэтому лучше всего приходить на это место Уже с имеющимся опытом И желательно не в детском возрасте А18+. А на этом месте Ребята как раз таки Смогут проверить Свои физические способности Потому что здесь Обеспечены все Нужные условия безопасности Для начала нам нужно Разогреть все наши суставы тела Чтобы не получить Никакие травмы И удачно пройти Все трассы Поставьте ножки пошире Начнем разминать кисти Кисти это Наш основной инструмент В лазании На них в принципе Все и держится Давайте одновременно Чтобы и мозг наш размять И тело Крутим руками И разминаем голову Сейчас мы с вами Обуем наши скальники Специальные обувь Скальные туфли для ног Чтобы легче было Поставить ногу На зацепы Лазаем мы все-таки За счет ног Потому что Они берут на себя Основную нагрузку Ножки мы ставим На носочек На большой палец И пяточки Убираем вниз Таз приближаем к стене А руки наоборот Выпрямляем Таким образом У нас не забиваются Мышцы бицепса И в принципе Руки не так себе забиваются А основной вес Все равно идет На ноги Обязательно у нас должны И ноги И как минимум При конечности Находиться на скалодроме Руки и ноги Можно сдваивать на одном зацепе Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Главное просто не бояться И идти уверенно И все нормально будет Зацепы бывают разных типов Как раз таки про цепь Про которые говорила Тая Когда можно далеко Запихнуть руку Это называется активные зацепы Туда у вас залазят пальцы полностью И в принципе держаться Довольно удобно Есть пассивные зацепы Которые нужно брать на трение Когда вы фиксируете ладонь И в противовес тянете Так чтобы у вас Максимально возникало трение Мизерные зацепы Там где у вас залазит Только одна Или максимум две фаланги И вам приходится держаться Вот таким вот образом Не очень удобным И щипковые зацепы Допустим Вот когда вам нужно Также еще использовать Большой палец И давить на камень С двух сторон Следующий этап Лазание Лазание вверх С обвязкой Вам нужно будет Надеть ее как шорты Очень важно Следить вам будет За ногами Если вам захочется Полезть только на руках А ноги у вас отлетят То скорее всего Произведет срыв Обязательно перед тем Как сделать следующее движение Убедитесь в том Что ноги ваши стоят Уверенно И вы сможете От них оттолкнуться И сделать следующий шаг Можно сейчас Пока вы находитесь тут Продумать свой маршрут Буквально вот так вот постоять И представить Как какие движения В какой последовательности Вы будете делать Поэтому если вы сделаете так То наверху вам будет Уже намного проще Готова снаховка? Готова Не страшно? Нет, пойдет Вот наверное Каждый телезритель Спросит Почему Валентина Сегодня не испытала Все это на себе Опа Да потому что Яна забраковала мне На первом этапе У меня ногти А с ногтями Категорически нельзя Но посмотрев на ребят Я поняла Что это достаточно Сложно И непросто Поэтому Всем кто хочет Проявить себя И попробовать Свои физические силы Рекомендую Яна, ну спасибо вам большое Я думаю Ребятам понравилось Да, спасибо большое До новых встреч Приходите Сейчас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова